с новым годом с новым счастьем холодно да привет бимка что и тебя холодно так ну шо новый год не встретили давайте старый новый год провожать люба не точно устроим проводы старого нового года ну так хоть тихо спокойно посмотрим сейчас на трассе и баня такие запахи едутся это вообще обалдеть какая сковородка тебе интересна она уже это я и ты чуть-чуть добавляю первое время жарили вообще без жира это что только как только придет бабушка что-то и надо пока что ничего нигде не было если блины то без любой ночи без начинки просто маслом мажем сахарком озарачиваю а еще с медикам а если часа ловим мед вмакнуть сырники не дай бог будет изюм да а мне нравится сюда а мы любим с изюмом с макаровым вкусняшку так все и баня пиццу в обед буду делать или вечер пиццу к вечеру вечером с девчатками когда она уже инку позовем будут освобождаться у нас есть чего нету докупил итальянская пицца студию любая этот сыр мы можем холодильник или нет и будешь кушать не сырники будем кушать макара ты творог будешь не 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 тоже сырники ну короче посмотри там варенье должно быть сверху вот это вот это баночка коричневая не 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 то когда она повидела они сладкие я без варенья макаров тебе хватит у тебя есть весы или у тебя как на глаз на глаз у меня весы на глаз у меня тоже весы на глаз давай я тебя разрежу не разрезай это двух килограммовая да у тебя да не надо килограмм все поем представники националистичных организаций выштували напередую провокативную акцию для храма в 10-й монастырях любая свежая дрожжи у тебя не лежат свежая морозилки морозилки натягиваем разморозим с сахарком капочку надо рассеять тебе хватит это голов это даже меньше половина на килограмм даже меньше это 42 грамма а кстати 42 грамма у меня есть в пакетиках сухих и нету кстати да мне этих четвертая часть нужно можно 10 граммов несколько хватит так короче мы просеяли килограмм муки обливали бензином поджигали уже поджигали 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 сейчас немножко муки отсыпем сначала сахар положим замороженный 10 граммов дрожжей вот такая чайная ложка и заведем я смотрю у нас там пол литра молока будет я все на молоке замешаю чтоб молоко использовать да я обычно и воду и молоко смотрю у нас много молока остается сейчас мы его стаканчиком померем тут где-то 200 граммов из стакана валют не наверное 250 250 ну по кромочке будет я думаю 200 да угу как ранчик ой Любаня оно скислое это кислях получился ну это еще лучше наверное так давай я молока дам не-не-не-не с молоком мы сделаем по руку тут я думаю что это нашей пиццы будет только на руку мы тогда сделаем чуть-чуть молока и воды так это у нас грамм 400 сейчас еще 100 граммов пока пол литра я ж на работе машинкой мешаю там же удобно понимаешь пусть его наплюхал бак бах и оно все перемешалось ну понятно тут сейчас главное чтоб дрожжи чуть-чуть они уже в сахаре размыкают сейчас мы сюда дрожжи будем замешивать так значит это молоко не надо кисляк это кисляк отдавай макарову да макарову давайте на собак все мы еще раз растворяем дрожжи замешиваем так дрожжи наши разошлись водички быстрее и маслица и маслица у нас раньше когда дети были маленькие я помню вечно на работу когда ходили кастрюляку большущую котлет или этого не котлет то тушеное мясо целую кастрюлю От банки тушенки открывали, кашу сварили, кастрюляку борща на неделю наварили. Ой, я помню, у нас в семейном общежитии набрала я борща, она же холодильник стоял типа на общем коридоре. Борщ наварила, еще что-то наготовила на второе. Люба, прихожу, с кастрюлей унесли. С кастрюлей унесли, алкаши, ну и что ты им сделаешь? Зраться, что не будешь? Так ты даже не знаешь и кто это сделал. Так и не нашла кастрюлю? Нет. Благо, что родители жили в селе, что они мясо, все это, понимаешь? Проблем тогда с питанием не было. Другие были времена. Сейчас ничего не выбрасывается. Ты знаешь, ваша мука менее клейкая, чем наша. Я ее чувствую. Она совсем другая мука. Она получается как слоеное тесто. Нет, яйца будут вкусными, конечно. Но мука другая. Главное, я его хорошенько вынесу. Практически тесто готово. К рукам не липнет. Я чуть-чуть сделала его туже, чем я его делаю Виталий. Но он, увы, сходится в этот дом свою даст. Сегодня вечером у нас итальянская пицца. А ты открой ту новую, что Светка купила. Хорошая паста. Ну, надо же прочитать, что это детское. Какая разница? А что, мы не дети? Мы взрослые дети. Взяла, уже дома рассмотрела, что это детское. Чуть-чуть масла я добавила. Получилось. Отлично. Не липнет уже ничего. Я все равно хочу с ним еще поработать. Еще какую-то соленую выпечку сделаю. Если пиццы будет. Вот такие мы будем помидорчики использовать для пиццы. Не-не-не, мы потихоньку, Любаня. Нам еще крупно повезло, да? Что не засыпало нас. Ну да. А куда мы едем, Любаня? В какое кафе? На Ушаково. На Ушаково. В Черный Гус. В Черный Гус. В Черный Гус. Ну я не рискну пить кофе. А я, как обычно, кофе. Макарова, мы по 100 грамм и булочкам. Кусочек сала. Да, и сало с медом. Не бери пол, бери половину. А я ж так и беру. Я просто забыла остановить вчера. Да, вот они набодяжили. Пришлось второй кофе покупать. Вот это направо, а, ну ты знаешь, тридцатая школа. Да, да, да. И садик наш бывший. Альона со Славой в садик ходили. Забираю Альону в садику. Вихователька каже. Кажи. До побачення. Альона стоит уперлась. Доброго вечера, до побачення. И она б стояла до ночи. Она ни в жизни не говорила, это до побачення. Стойкий, оловянный солдатик. Сейчас мы покажем, где мы кофе пьем. Ну, и вот это кишочком. Если хорошая погода. Так, а что тут идти? Тут два шага, конечно. Оно и сейчас ничего. Ну, наверное, скользко, да, Макаре? Да, скользковато. Чуть-чуть скользковато. Дороги ж не посыпают, да? Вот тут мы любимый летом. Тут тенечек в Сансити. В Сансити вы здесь сидите, да? Да. Видишь, по телевизору неправду сказали. Говорили, минус девять, а тут минус четыре. А у нас тут ноль сейчас. А сейчас пьем вот тут вкусняшка. Видишь? Да. Тут можем даже взять апрюшину, но нет, кофе. А вот тут дворик. А вот тут дворик. Это отсюда мы начинали. Алексеевы приучили на дворику. Ну, сильно дорого. Ну, ты знаешь, вообще ничего. И в центре даже ничего не поменять. Ничего не поменялось. Сейчас посмотрим. Кинотеатр. Кинотеатр так и стоит? Украина, да. Его переделали. Переделали, да? Слушай, ну, ты не права. В машине написано минус пять. Сейчас глянемся. Хотя оно как тает. Ну, да. Вроде как ноль. Вон, видишь кинотеатр. А, прямо. Да. Вижу. Да. И банк изменился, да? Тоже вот это здание его как бы. Да, вон, 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 вон. Что банк, что вот это здание я уже не помню. Нам через дорогу. А, вот он черный гусь по этой стороне. Да и вообще отлично. Национальная лотерея. Я, кстати, Люба когда-то здесь выиграла деньги и купила ящик окорочков. Один раз взяла лотерею и выиграла. Прикинь. Да. Когда приезжала, ящик окорочков купила и Борисенко отдала. У нас даже есть это. Тебе не надо? На ночь можно снять нас. Так, где она? Центр города. Ну, он туда центр. Да, вот эта аллея мне очень нравится. Летом тут все зеленое покрыто. И в жару очень хорошо, да, Любаня? Когда жарко, эти аллеи вообще супер. Она идет прямиком до ЖД вокзала. А, ну, идем. Уже заходим. А, шустрячка. Она на машине или пешком? Нет. Пешком. Подожди, они же на Днепровском живут или нет? Или они поменялись? Нет, они живут, но потом будем ездить, покажем. Она тут недалеко. Короче, мы идем. Кафешку «Черный гус». Пивной ресторан. Да. Понятно. Все, он черный, непонятно, ну. По национальным различиям. Я помню, что вы еще и не умеете пилать. Что, Путин как-то, конечно. А ты не смотрела по типичному ферму, что мы сегодня смотрели? Да, так ты еще и сомневалась. Я не сомневалась. Ну, какая глупость. Но с таким ударным опережением. Светка, ой, Боже, такое страшное. Да какая страшная. Да не надо. Ну-ка, покажи, как у вас пенку делать. Нормально. Ты все фотографируешь? Нет, не все. Кое-что, я же в баре работаю. Говорит, у нас такого нет. У нас нет такого, Свет. Нет, так, ты что? Чтобы это был каток, чтобы это был целый город. У нас есть торговые центры, но вот такого объема. Мне хочется быстрее к Макарову. Я тебе понравилась. Понравилась? Макаров, это что ты говоришь? Ты бы лучше выровнял, да? А Любаня вообще за это самое. Я говорю, вы уже все, дом свой не ремонтируете. Говорят, все, крышу не раскрывают, дом не ремонтируют. Я как вспомню эти ремонты. Мне понравилась вот эта шестеренка. Ну, это же твой родной завод. Да. Ты думаешь, что вот это оно делает? Нет, это на Петровском работало. Сегодня поедем туда, посмотрим, есть ли архив работает. Там уже завода управления под жилой дом сделали. Да? Можешь купить квартиру даже. Ух ты. Приезжать в свою квартиру. Там, кстати, продают регламу дом. Надо посмотреть. Нам пришла акция, четвертый месяц зимы. Я же говорю, Макаров, надо Старый Новый год проводить. Светка, давай проводим Старый Новый год. Ну так, кто против? Все, наливайте. Короче говоря, мы тебя провожаем. Да. Я пойду туда, куплю масло. Ясненько. А мы цендвич развернемся. Сыр у нас есть. Ну, все, тогда ничего мы не будем. Ничего не будем брать. Будем доедать то, что есть у нас. Хорошо. Давай, Светуля. Давай, Зайка. Давай, Светуля. Давай, Светуля. А вот это здание, что строится со стекла? Не строится. А, так оно и стоит. Строилось и заморозилось. Ты помнишь, да? Это проход Крым. Да, да, проход к Центральному рынку, конечно. Еще с памятью моей ничего не сдала. Да, где-то ноль, потому что все. Минус один, ноль. Подожди, а МОР так и осталось? МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ или АКАДЕМИЯ? АКАДЕМИЯ МОРСКАЯ. А это дорога до Ушакова. И мы едем... Это что у нас? Кирсонска. Едем в речной порт. А вот это что за адмирал? Что это здесь? Здесь торговый центр какой-то. Это нижняя часть АТБ. А ты знаешь, а вот его не было, по-моему. Не было, да. Вот его не было. А там такие всякие бутики. Понятно. Ну тут еще вот будет магазин «Снежная королева». Вот мне на Суворово всегда нравилось. Это Суворово уже не та. Не та, да? Ну что, ну все равно нормально. Мы вот недавно были. Сейчас это. Все меняется. Еще зима-то света. В этом парке мы же всегда гуляли. Туда дальше там еще карусели всегда были. Не знаю, сейчас есть. Вот видите, большой магазин «Снежная домани». А, вот этого тоже не было домани. Да, да. Это тут меховые. Где-то здесь роддом был рядом. Да, вот я рожала в этом роддоме. И я же там была. И ты там, да? И я там два раза. По два раза она ухватила, да, Любовь? Да. Минус 0,2. Минус 0,2, да. Ну, может быть. Вот это улица Суворова. Она пешеходная у нас. Туда дальше уже Днепр. Гостиница «Интурист» там так и осталась, да, Макарову? Да. Никому она не нужная. Понятно, тихо-тихо мы поворачиваем. Это мы сейчас по Ленина или... Была Ленина. Была Ленина. Непонятно какая. Я не забываю. А сейчас по Ленина. Соборно. Улица Соборно. А дальше туда она уже по-другому называется. Греческая или как? Да, греческая, по-моему, и дальше. Нафига была Терен. Ты понимаешь, им же надо деньги куда-то списывать. Ну, да. Вот они придумывают всякую пигню. Это же человеку надо пойти, поменять паспорт, поменять паспортные все те самые, прописка, все. Это же не один человек. Придет другая власть. Церковь эта и тогда не было. Будет все менять назад. Да, вот этой церкви не было. Я ее не помню. Горец спорта. А, сейчас церковь, да. Понятно. Не знаю, я как-то в рестораны никогда не ходила, поэтому не знаю. Так, мы уже почти приехали. А, да, тут еще стоит табличка Ленина. Да, соборная. Что-то грошами хватило таблички снять, да? Да, да. Ну, бывает такое. А вот на этом перекрестке, там уже другая улица пошла. Понятно. В Гречес. А мы вниз едем, да? Тут еще соборная. А я помню, там был магазин вот этот, помнишь, для моряков, который, как они называли, березки? Да. Техника. Тарксин, да. Да. Березки. В последнее время березки. Это соль. Да. А все, за доллары было. Иди на нас, на пенсионеров, на слепых, на дурных. Понятно. А сейчас мы прямо проедем и воткнемся в ЖД вокзал. Вот здесь мы покупали в Робинбовине, понятно, вот эту всю сладкую выпечку. Да, это ее магазин. Любимый магазин, да. А мы покупаем вот там, где вкусняшка, где я показывала, мы кофе пьем. Там тоже вкусные вещи. А мы потом после завода заедем, куда купить то, что нам надо. Ну, мы там возле завода. А там есть, да? Там есть магазин. АТБ. АТБ. Вообще отлично. Вообще отлично. Там немного нам надо, там кое-что. Яйца возьмем. Да, яички нужны. Какое-то или маслице, или маргаринчик для выпечки. А сейчас масло на масло какое-то брать? Да, вместо маргарина, конечно. Да, все равно это. Хуже, чем даже маргарин в наше время. Да? Боже, какое мы масло с села привозили. Я любил маргарин. Раньше маргарин. А помнишь, мы мазали? Как он назывался маргарин, что мы с Польши привозили? А ну, рама. Рама. Рама, рама. Видишь? Да. Очень сушный, кстати, был. Да, неплохой, да? А масло олвит. Ты помнишь? Супер масло, супер олвит. Тетю. Ты же в машину не бежишь? Вот это вокзал, видишь? Так, это вокзал, конечно. Я помню, это мой родной завод Петровского. Центральная проходная. Сейчас мы к ней подъедем. Ох, Макаров. Ну ты и это самое на всю катушку. Я не включил отопление, да? Нет, я ничего не включил. Нет, ничего не включил. Это у свиньки включено. Я знаю, где что. Вот это вот. Чуть-чуть притушим, а то сильно жарко. То, что не мое, я не лез. Вот это с этой стороны по прямой была северная проходная, а вот сюда получается центральная. А вот прямо и от этого. Да, вообще отлично. И тут вот этот рыночек, который колхозники приезжают, еще тормуют, да? Вот она, видишь? Центральная проходная. Пропустят меня, не пропустят. Где-то тут пропускать. Да, пропускать пропускают. А выпускать не выпускают, да? Закрыто. Ну, сейчас узнаем. Хорошо. Только вышел с завода и сразу на базарь. Херсонский машинобудивный завод. Сейчас зайдем спросим. Вообще ничего. Бюро пропусков. Вот это нам сюда, наверное, надо, да? Я вообще не знаю, как сюда можно заехать. Вон бассейн этот рыбкий. Да. Да, но нам же мимо бассейна надо. Господи, как же что. Ну, вот сюда можно. Я гляну, а нет, тут объедем. Оно получается, по-моему, вот тут, ну, знаешь, если Ушакова 62А, то это напротив Ушакова 62А. Вот это, вот это оно есть. Я жюю. Ну, мы доедем до него. Я жюю, я когда участковым был, то я обслуживаю, но я уже не помню. И я уже, знаешь, Макаров, это ж было. Люб, это было в 81-м году мы поселились в этом общежитии. Ты представляешь? Ну, да. После интерната мы приехали. А, ну, нет, на нем не написано. 62А, ну, я жюю. А, вот это оно, да? А я что-то думала, а, это уже женили. Подожди, а вот. Ну, заедем. Да, да, да. А куда, куда, куда? Нет, вот стоит на пороге. Да, 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 вот это оно. Макаров, ты лучше знаешь, чем я жила. Я жила, что это все я обслуживаю. Ага, понятно, 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 понятно. Просто я, боже, любая, с ума сойти. Сколько лет? Говорю, мы жили тут в 81-м году, потом я вышла замуж и все. Кто работал на заводе, могут брать в архиве справки. Архив находится в старом женском общежитии. Я думаю, оно еще работает. Бахтер стоит. Общежитие не изменилось. Ремонта не было. А это был, по-моему, актовый зал. Красный. Красный валут, да. Ой, да. Выглянуло солнышко. Макаров. Она жарит на улице. Я уже не помню, далеко до Шуминского ехать? Уже мы на Шуминском. А, уже мы на Шуминском. Что ж ты произойдешь? У Светки дворники, что ли. Это же дворники. Правильно я знаю. Очень так. Ты прямо не захотел? Я просто, как чувствовал, шел по правому ряду. Знал, что там было много на машине. А Света всегда прямо едет. А, к себе домой прямо едет. Может, у дорога лучше. Подожди, а вот это вот Забалка, да? Или еще не Забалка? Нет, нет, это Шуминский. А, это Шуминский. С Рейкинг. С Рейкинг. Это Крекинг еще. Это жил завод. Понятно. Забалка у нас, как на острову. А, жил поселок. Тоже моего. Он как-то по эту сторону. Ну, как тебе сказать. Вот, где мы на кольце были. Да, вот это был жил поселок. В Легот пошел жил поселок. Да, все-таки с памятью Любаня у нас плохо. Сейчас еще базарный день, Люб. Туда ехать, там, возле базара, там сколько будет, да. Чтобы ты не выедешь. А так я еду. Это она когда ехала? Когда уже было 6-5. Вот, пожалуйста. Утром проснулись, зима. Да. Сейчас уже весна. А вечером будет гололед. Жукопад. Как, Макаров, если завтра еще пойдет снег, все. Едем в лес елки рубить. Ну. О, кинотеатр Шуминский. А он работает еще кинотеатр или нет? Шумин. Шумин, да. Шумин, да. Ну, на машине не очень далеко, Люб. А дворик, да. Куча деревьев, уютно. Хоть какая-то детская площадочка. Ну, может, со временем. Сейчас цены же попадали. Да, сейчас уже идет по задумке. Сейчас бы во сколько оценили Светыну квартиру? Без понятия. Не знаю что. Макар, во сколько об сейчас оценили? Светке. Про 30. Вот это есть. Ты знаешь, да? Да, да, да. Я жила у Светки. Сейчас, подожди. Пишите. Это не мама пришла. Это не мама. Он слышит. Жора. Он и Гоша. Ну, куда? Он и Георгий. Он и просто хороший кот. Мы приехали тебя кормить. Кушать будем, да? Будем кушать? Глянь, как он хвост закрутил. Ты мой зайчик. Жорик. Жорик. Об, Жорик. Гошик. Мы тебя целовать не будем. Давай, давай. Нюхай. Гля. Гля. Вот что-то, что собаки, что коты? Иди сюда, иди, мой зайка. Они раз и ко мне. Иди, мой Масенький такой. Ой, какой ты голенький. Ой, какой ты это самое. Боже, как странно голову кота трогать. Ой, ой, ой. Зорик, хороший, хороший. Жайка такой, да? Георгий, а как тебя по отчеству? Как тебе? Алексей, кушать. Так это нельзя слово сказать кушать. Он будет уезжать. Он знает, да? Глянь, ты какой грамотный окажется. Жди, жди. Стоять. Жора. Жора обжора. Сюда нельзя. Так, все, куда нельзя. Ну, как, забирай его. Ой, как интересно. Он бы бить мне. Жорж, Жорж. Это ты у нас. Жорка. Жорка. Пошли, пошли. Обжор. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ай, Жора. Ой, дожди. Закрою тебе. Ой, дожди. Господи, с голодного краю. Ты, наверное, на Украине живешь, да, Жор? Сломатый. Ой, я не могу. Ты видела, унижать не могу. Я не могу. И такой же, знаешь, глянь, как он это самое. Вроде у него сейчас отбирать. Да, да, да. Такой же, а ты доеди. Он как хищник. Коврик такой красивый у Светки. Украли балкон и сделали комнату ребенку. Это тут у нее тумбочки, да? Да. Вообще супер. Кровать, стол. А что дитю еще надо? Все есть. Тепло. Очень тепло. И теперь они остались как бы без балкона, да, Макаров? Есть ли в той же комнате у окна? А, в той же комнате есть балкон, да. Да, вообще идеально. Идем. Котяра такой. Котяра нам всю кровать. У Сонечки лежит. С той стороны разделили ту стенку, поставили. И с той стороны до какой-нибудь шкаф. Да. Ого-го. Ого-го. Так ты же в него заходишь в шкаф? Конечно. Да, ну конечно. Это же гардеробная. Да, это закрывается. Закрывается, да, кабина. Закрывается. Видишь, они какой ремонт сделали. Да, молодцы. Ту комнату. Сами делали. Угу. Балкон. Так, а что тут у нее на балконе? А балкон, получается, остался. Да, балкон, в нем подвал. Нормально. А подвал, подожди, это она на каком этаже? На первом этаже. А, ну да. Поэтому. А куда баб в подвал она идет? Ну, а тут. Тут есть дырка, да? Угу. Хорошо. Отлично. Ну, а что еще надо? Это крысло для часов, да? Для котов. Для котов. Ну, что оно там. А я уже искал, нашел такой специально. Чтобы сделать умывальничек, да. Ну, прицел, в ванной приходят чужие умываются. Ну, как это? Так, над ванной без умывальника, конечно. Кто-то сморкнулся хочет. Да, конечно. А ты потом. А так я им чуть-чуть сдвинул туалет и установил сюда. Да, вообще отлично. Ну, что, обжоркин, ты уже? Здорово! Хвост мне его нравится. О, видишь, мятенький. А, на вот этом холодильнике вы его купили по сниженной цене, да? Тут и вот тут вот. Ну, я же видел. Ну, он падал. Придавленный, да. И можно было пересоедать? Конечно, конечно. Что оно там? А ну, серое не видно. Хороший двухкамерный. Ну, и эта температура, наверное, на улице. Вот тут выставляй как хочешь. Да, я типа покушала. Свет по своем фитнес-клубе. Вот, умничка. Не, Казайка, уже не дам. А Соня вообще тут королевишная. А глазки голубые у Жорика. Да. Голубоглазка ты. Позови его. Жора. Жорик. Жорик. Остричь зато не надо. Ну, да. Да. Кину в ванну. В стиральную машинку. Все? Погнали. Погнали. Показай. А у нас сегодня панакота с Любайской забабаскали. А потом волейничество сверху положим. А потом пицца напечем. А потом Любаня плова насыпит. Борща. Сало нарежем. А всем. Всем. И нам, и вам, и своим, и нашим. Цибули надо нарезать. Дайте зубочистку. Зубочерку. Зубодерку. Пойдем пирог наш пробувати. Ну, еще трошки не загорел. Еще? Я чуть-чуть. Да, ну пусть еще позагорайте. Другой. Чуд синишко чужит, а так хочу, аж коштував. І цинишень короліта, не гадаю, що чував, розділявся на сті боки. І старе дужуся дала. Кологулька, аж степ широкий суне. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Манечек. Я уже вижу, що він уже отделяється сам по себе. Трошки на стенеті. Соня, коник, втатный стрибунец. Він селесенький литом все стрибав, там все стрибав. Нифига не запугав. До стрибався. Всім заплакав, з'їв кусочок пиріжка. Лю, переслите. Куда в нас сахар сипать? Оце коник стрибунець. Це все він винуватий, бо дебільного стіжка нам задали повивчати. А дитина тут і плаче, а дитина тут і скаче, пирожка вона вже з'їла, стрибунця вона вже вбила. Ха-ха-ха-ха-ха. Кохав життя ледача, не перелитки йому. Тому, як же в світі не радіти, все кругом в тебе цвіте. Каже коник, пташки, квіти, плювай, літочко не те. Ха-ха-ха-ха. Танцювати. А ха-ха-ха-ха-ха-ха. Действительно, це стихотворення взаємствовано з того стихотворення. Ну так. Переделано. Про стреказуй мурав'я і муравея. Ха-ха-ха. 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 Що, ще є в украінській муравей? Та не, з трибунець. Він же з трибунець. А тут комаха. Коник стрибунець з комахою. Короче, зараз ми їх на мороз вижжемо. Хай вони самі ці вірші вчать. Доїдай і вучи. Бабушка, тобі трес плюс. По 12-бальній системі, бо ти читаєш по складам. Ага. Сонечка, як наш пірог? Очень вкусний. Очень вкусний. З гущенкой не будем мазать? Ні. Коника з трибунецями кормимо? Ні. Не будем. Хай голодний скакає. Хай голодний скакає. Оттуда йому, на сніг. Хай йде і скаче. Бимка там скачет. Так, нам уже нічого нам. Так, Соня, ну шо? Пицца? Да. Постригу наць. Пиццу буде їсти. Так. Мы накормим коника? Ну так, надо ж его, это... Глянь, какое тесто получилось. Выучить. Красивое. Вообще. Не, это буде висить. Да? Маленький кусочек. А може тебе чуть-чуть більше дать? Щас нічого. Ну да. У нас всегда бабушке вареники вместе. Слышишь? А мы это самое. Ну тут больше, чем одна пицца получится. Давай, Сонечка, я тебе щас дам кусочек теста. Ти шо будешь делать? Пиццета? Пикола? Мини пицца. Мини пицца. Вперше. А у меня будет биг пицца, да? Пицца, пицца, молодица. В духовке не томится. В рот залезет пирожок. А метелик? Ой. А стрикозелик? Бабушка. Бабушка. Я уже забыла, как этого стрикозелика звали. Кодекс-стребунець. А, стребунець. Тьфути, господи. Дай Бог милый. Мы же не знаем таких названий. Я тоже не знаю. Капалка есть, Люба? Да. Нет, нет, тут нет. Давай покаталку. И ножик, чтобы вылить кусочек теста. А мне, дашь, покалка, покалка, покалка. А у тебя есть еще маленькая скалала? А, Сунечка, я не знаю, где твоя. А я там же, где большая пицца. Вы пиццу любите тоненькую или толще? Да, тонкую. Тонкую, тонкую. Или еще еще. Тонкую. 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 Это же нам не по фигуре. Делай, как ты делаешь. Хорошо. Так что вы пытаешь, да? А что вы пытаешь, действительно? Ну, ради принятия. Снимаем. Чтобы макаром не видно у гараж жить. Вот. И все, скалка готова. И скалка готова. И скалка готова. Ну, ты чуть-чуть и читаешь стихотворение. Хорошо. Конечно. Давай сначала сделаем вот такой колобочек. Я не хочу, что снова приехала. Вот так вот лепишь, лепишь, лепишь. Все залепливаешь, пока у тебя не станет вот такой колобочек. Давай. Я тоже смотрю, делаю вот такой ровненький, ровненький колобочек. А теперь делаю вот так. Плюх, знаешь, как настоящая пицца. Так, так, так. Мука летит. Наш голос не видно. Ты чихаешь, а мука летит. А ты делаешь вид, что ты такой грамотный. И катаешь пиццу. И катаешь. Хочешь, можешь ее ручками разомять. Разом ручками. Хочешь кулачком подавить? Подави ее кулачком. Не хочешь? Как хочешь. Так. Я, конечно, на работе делаю чуть-чуть тесто пожиже. Бабушка, а тебя видно, какая с камерой? Угу. Видно, куда? Канди-камера снимает. Мы ее раз снимем, положим на противень и дадим ей немножко подойти. Мы сегодня для пиццы купили сырок. Купили колбаску. Или она будет у нас типа с прошутто. А, знаешь, что Любаня мы не сделали? Сейчас точное масло. Раздави пару зубчиков чеснока, зальем маслицем. У меня будет с полосочками. Видит у нас маринара. Хорошо, отлично. Да, у тебя вот это вот еще используют. С украинским орнаментом. Угу. Мы сейчас все используем. Не хочется муку сыпать на пол. Надо аккуратненько туда вот эти. Короче, раскатываем. Сунья, вызываю тебя на соцоревнование. Еще настоящие пиццайолы. Пиццу раскатывают вообще-то руками. У нас просто тесто холодное из холодильника. Они берут на руки. У меня маленькая лепешка. Они его берут на руки, вот так вот проворачивают. И растягивают. Короче, я руками растяну. Давай. Сейчас поделимся получите. Чуешь... В лесе. Чуешь в лесе ворон кряче, витры буйние гудуть. Прятуй. Прятуй порать добрать земляче. Как это? Как это? Как это, лихо перебуде. Обузнився неборача. Отказал. Отказал? Отказал ему. Отказал земляк ему. Сунька, я сейчас заплачу. Кто любил? Лень вас. Кто любил жизни? Я ответила ему. Ле Дачи. Кто любил жизни Ле Дачи, не перелегки тому. Можете я уже сама прочитаю? Конечно. Смотри, пиццайово все. Да, да, да. Порядуй. Порядь, землячек. Як це? Лихо перебудь. Опізнився, не пораще. Отказав ему земля. Отказав земля. Земляк ему. Опізнився, не пораще. Отказав земляк ему. Хто кохав життя не дальше. Непараловки тому. Як же в світі не радити? Все вокруг тебе... Кружанчиками? Да, кружанчиками. Тонюсенькими, тонюсенькими. Покажи, какую ты себе. Только сильно не двигай камерой потихоньку. Покажи, какую ты себе пиццу сделала с сыром плавленым. И покажи, сейчас мы делаем с оландским сыром. Сейчас мы сюда сало покладем, чтобы это была украинская пицца. А я не буду с салом. Не будешь с салом? Я хочу с салом. А ты хочешь с колбаской? У нас с колбаской. Мы сегодня положим колбаску. А сыр? А сыр. Ты хочешь еще тот сыр в себе в пиццу? Два сыра и колбаску? Да. Ты не дергай камер. Камера должна стоять, не двигаться. Вот так тебе по половинке. Хватит вот этого? Ты через камеру видишь мои руки? Да. Видишь, отлично. Значит, ты у нас теперь кинорежиссер. Режиссер. Снимай. Все. Оператор. Пиццу. Доение. Все, хватит. Хватит? Хватит. И ты хочешь еще один сыр, да? Любаня, хорош, хорош, хорош. Можешь еще одну. Не надо ляй камеру. Хорошо. Сколько? Аваристоп. Аваристоп. Стоп. Да ладно, я ж не жадна. Что ж я так сказала, Соня? Ты шум. Ты мне сразу же и поверила. Шутю я. Так. Оператору в рот кусочек. Ау. Вкусный? Угу. Наш перец. Перец. Да. Да. Перец мы хотим. Замороженный какой-то. На ее не ложи. Не-не. Нам будет как надо снять. Пробуйте. Завидуйте, а не пробуйте. Это мое искусство. Я сама все делала. Конечно. Сонечка. Супер поваренок. Супер стих выучила. Да. Большой очень. Муравья задолбали. И не только муравья, а стрибуньсяж тоже блин. На мороз выгнали. Сейчас ты уже отошла, все нормально. А мама там сидит и я лечу. Ну что, я сейчас ей позвони и скажу, что хочу сказать. Да, скажи, мама, стих готов. Не надо, она на собрании не будет. А была ж нарезана в тарелочке салли. А там, по-моему, такое и осталось. Бабушка, а где выучишь стих? Можно я буду уже играть? Нет. Чего? Так, теперь мы будем... Выключайся, мы сейчас будем пить стих. Какими кусочками? Вот такие. Так, настоящая украинская птица делается с салом. Я уже кусочек поползла, протеклась. И начинаем. Пир на весь мир. Еще не зашла, не вышла. Так она нашу слушаем. А с салом уже кончилось, да? Дайте мне кусочек сала. Есть. Как ты сказала, какая она? Пахнет перчиком, пахнет весной. Садись за ним. А мясо пахнет мясом. Ну, залазь туда. Лерка, как? Очень вкусно. А чем никто не делает? Сонечка, я поставила, сделала ли тебе чай? Поставила я тебе. Сонечка, ты хочешь чай? Водички налить? На, моя вода. Так, браво подрастающему пиццу Йоле. Сонечке, бурные аплодисменты! Ее пицца получилась самая красивая. Как обычно, в текущем режиме.